Пошёл Нумбани, господа, Нумбани! Насколько я понимаю, вторая карта. Вторая карта, Нумбани. Не, я сейчас, конечно, посмотрю по овердрау, на всякий случай, мало ли, это всё-таки третья карта, мы попали на третью карту. Так, они вычёркивали раз... Ну да, это вторая, ребят, карта, это вторая карта, будет у нас... 36 минут назад был Кингсроу, начёркан сейчас Нумбани, соответственно, опять же. Три раунда. Мама, я в телевизоре. Да, Светаска, ты в телевизоре. Нумбани, самая нелюбимая моя карта, если честно, тут, на самом деле, как атаковать? Так, сначала, сначала, во-первых, груз, вот он. Во-вторых, как на этой карте можно атаковать? Вот в чём вопрос. Тут есть три прохода. Один это по боковине, второй это через здание, и третий, соответственно, через основной проход. Не, можно, конечно, поверху, если у вас там есть фары, обезьяны, которые могут залететь, там, Ханза, Ганза, там, все-все-все, кто залазит на большие, на высокие здания, все они могут, в принципе, даже сверху пройти, да, но до этого ещё надо дойти. Во-первых, в основном, защита будет сосредоточена здесь, если нормально, конечно же, команда, да, защита будет сосредоточена здесь, и они уже отсюда будут вырывать, если они пойдут софтного выхода. Также у нас, допустим, здесь хороша будет трейсерка. Трейсерики у нас есть, есть оверкарма, всё-таки трейсерка, которая будет заходить, как раз-таки, в спину, пытаться нападение, вот отсюда, получается, нападение, чтобы они вместе не стояли. Так, ну и что ж, у нас будет всё-таки через здание, через второй этаж здания заходить. Да, ну вот это, можно сказать, четвёртый проход, но это, я считаю, всё одно здание, поэтому... Ну что ж, Светанско пытался всё-таки остановить всё это дело. Анак заходит в спину, очень неплохо должен сейчас нарезать, по идее, по ловеру и подзиньятия, но обезьяна сразу уничтожают, Гензи пытается всё-таки умыкнуть обезьяна. Ушёл, так, Гензи, упал, но вернулся в строй. Его Луся обратно туда же, туда же, своей правой кнопочкой мыши. Ну и атака пока что пытается продираться. Посмотрим от первого лица, ребят, всё это дело так. У нас пока что и где только Дзиньятта ещё есть на точке вместе с Лусью. Ну вот посмотрим, конечно, смогут ли они что-либо сделать. Трейнхард уже на точке. Ну как-то хорошо всё получилось, на самом деле. Шли сначала с одной точки, потом, да, троих убили, трое пошли у нас с основного выхода, соответственно. Минус Аткензи, минус Сайфер, минус Шоу, Шэдоу, бум. Минус 2 Гензи делает и, в принципе, точка захвачена. Как это так получилось? Пока у нас трое там Зиньятта, Лусио и кто-то ещё отвлекал внимание на себя, да, ребята смогли прийти и, соответственно, в лобовуху пойти. Он тащит ППЦ, окей, окей, давай. Морим за Гензи, на самом деле действительно самый интересный, как по мне, персонаж. Сразу же убивает... Так, подождите, а Шэдоу... А когда он... А, он до этого, видимо, ещё показал. Убил, точнее, обезьянку. Ну и против троих здесь пытается, конечно, нарезать. Здесь, знаете, чего не хватает? Очень сильно не хватает. Вот реально, очень сильно не хватает мини-карты. Вот на мини-карте с персонажами, не знаю, как в доте, чтобы было, чтобы персонажи были видны. Вот это было бы классно, реально. Вот Шэдоу Бом делает 2 килла, минус сразу же 2 игрока, которые на втором этаже отстреливали, пытались. Ну и остались только саппорты, да, танки, что мало решают, на самом деле, здесь, если у вас нет нормального дамагера. А дамагеры как раз-таки были мокрее трейсерка. Ладно, смотрим, что у нас с Зиньят. Зиньят пытается, да, минус Лусио есть от Анака, Сайфер, минус как раз-таки Лусио. Минус Рейнхарт. Ну вот уже пришел у нас им мокри в виде Кензи. На самом деле Кензи мне очень нравится, вот за ним я бы побольше посмотрел. Да, вот он, пожалуйста, минус трейсерка. Я не понимаю до сих пор, почему трейсерку берут. На самом деле есть и другие персонажи, которые также могут кайтить своих оппонентов, как вариант. Это тоже солдат, который достаточно быстро бегает. Да, конечно, его тоже легче поймать, на самом деле, чем трейсерку, но все равно он, на самом деле, очень много дамаги вносит. И ультец от Маккри! Не, не получилось, не получилось. Но вот минус солдат как раз-таки у нас ловер, да, Лусио делает минус по шарику. Что у нас Лусио пытается так же, понимаю, обезьяну. Нет, это же свой, это же свой, господи! Ну и вот он, ваш тащер! Да, ну правильно, против Рейнхарда не пойдешь вблизь. Он хотел уже нажать свой, так сказать... В общем-то, свой шифт. На каком языке ты разговариваешь? На русском вроде как. Ну я русский сдавал вроде как. Не знаю. Так, есть солдат в виде Сайфера, ну и пытается пока что нарезать. У него пока что нет ульты, которая так бы сейчас понадобилась, на самом деле. С руки пытается убить Рейнхарда, минус от Сайфера есть все-таки минус по Рейнхарду. Кензи также убивает Лусио минус Маккри защиты, минус обезьяна. Ну и почти доехали уже до последней точки. И похоже, все-таки Сайфер выиграет первый раунд этой карты. Кстати, я сейчас не понял, а что произошло? Как он так увернулся от него? Обезьяна поставила щит, и понятное дело, что здесь уже Изи Пиззи Лемон Сквизи. Ребята доехали до... до... с точки. Ульта от Сайфера заканчивает еще тремя киллами этот раунд. Ну и пока что поражение. Лучший момент в матче, я думаю, как раз-таки будет Сайфер, возможно, на Шэдоу Бёрн. А, это вообще Шарик! Подлагивает немного. Но это уже под конец было, когда Сайфер тоже ультанул и сделал несколько минусов. Ну а Шарик... обезьяну, Маккри, Лусио... Всех смог накалить. Я до сих пор не понимаю, как реально солдат отпрыгнул назад. Кто нас может притягивать? Не, как вариант, может быть, мы не заметили Лусио просто навсего. И он оттолкнул, когда Рейнхард на него поехал. И, возможно, таким образом как раз-таки солдат у нас отлетел. Но я до сих пор реально не понимаю, за счет чего. То есть, Рейнхард должен... Он, когда едет, он едет вместе со своей целью. А тут получилось, что он его оттолкнул. Ну, непонятно, короче говоря. Ладно, смотрим дальше. А, по нему попал Рейнхард в прыжке. В прыжке, понял. Если в прыжке, тогда я уже не знаю, как он там будет. Ну и, соответственно, если бы не в прыжке, тогда бы все нормально было. Он бы пригвозил его к машине. Скилл, рывок. Но он не так работает. Просто Сайфер и Мба. Ну да. Он умеет выворачиваться от пуль. Как Нео. Угу. Так, ладно, что у нас за пикс? Пик, опять же, немного стандартный. Все те же персонажи. Видим Сайфер на Жнеце. Анак все так же на Зиньяте. Шарик на Рейнхарде. Шадооберн на Гензи. Кензи. Все на том же. Макри. И Лусио в исполнении Форсакена. Форсакена. Светаск также на Макри. Клосс, опять же, на танке. Как можно заметить. Все бесится, бесится тут. Давайте все разрушать. Вот это карта, где просто бедные автоматы. Мне жалко автоматы, ребят. Потому что, знаете что? Посмотрите на эти автоматы. Нет. Стоят. Да ладно, они стоят. Живые. Неразбитые. И мусорка не крутится. Да ладно. Да не поверю. Так, стоп. А с этой стороны? А с этой стороны уже, да. Видите, почему я... Мне так жалко автоматы. И... И... И мусорка крутится. Впрочем, ничего нового. Хотя бы с одной стороны. Ну и тут... И тут добрались ваши грязные ручонки. Ну ладно, смотрим, наконец-то. Матч началось. Понеслось, господа. Шифт, чтобы я видел. За кем я смотрю. Ну и вот тут карма. В принципе, оверкарма может помочь. Так, сначала я буду смотреть, ребят, сверху. Потом уже переключусь на какого-нибудь индивидуума. Опять же, по боковине решили пойти по второму этажу. Да. Если симметра, симметры нет. Рейнхард уже здесь на страже. Порядка. Сзади Шэдоу Бёрн, я так понимаю, будет заходить. За Шэдоу Бёрном, скорее всего, и будем сейчас смотреть. Да, пытался зайти. А там обезьяна. Против обезьяны. Просто так не попрёшь. Ладно, смотрим, что у нас делает Рейнхард. Рейнхард первый уже умирает. Так, смотрим за Рейнхардом защиты. Да что ж такое-то? Только я переключаюсь на них, сразу же они умирают. В итоге, ладно, смотрим за Шэдоу Бёрном, который пытается всё-таки у нас стрелить бафера саппорта команды ловера. Ну и всё получается. Сайфер также идёт за ним, поэтому что он ему показал? Что он ему показал? Так, ульта, кстати говоря, есть у Гензи. Это первый, у кого появилась ульта. Пытался он сразу же оверкарму. Уничтожить трейсерку, соответственно. Ну и посмотрим на Рейнхарда. О-о-о, тут вообще замесы. Рейнхард на Рейнхард. Есть, кстати говоря, ульта у Рейнхарда. Зашли они всё-таки на точку. Соответственно, молот в никуда абсолютно пытается уехать. Пытается всё-таки свою жизнь-то спасти. Лусио, понятное дело, ему просто так не догнать, если у него особенно баф на скорость. Да, он ещё и увеличил его скорость. Соответственно, Диньято очень хорошие тайминговые. Шесть этих, не знаю, сфер. Ну и всё-таки смогли, опять же, груз каким-то образом невероятным закрыть. В общем, то, что по сути-то ничего не сделали, да. То есть никаких вырывов таких прям жёстких не было. Там Рейнхард вообще пытался спасти жизнь. Потом за Лусио начал бегать. Короче говоря, всё-таки забрали груз. Сейчас посмотрим, конечно, смогут они довести его до конца. Вот в чём вопрос. Потому что, в принципе, почти даже получилось. Немного не хватило времени в прошлый раз. Ну и Гэнзи пытается здесь нарезать. У него причём есть дебаф, также и баф от Зиньято одного и другого. У него есть дебаф на то, чтобы он получал больше урона. Но у него, в чём так же есть лечилка от Зиньято. Ладно, смотрим, что у нас делает Рейнхард. Пока что на защите. Жнеца отстреливают. Сразу же ощутите. И будет ли ультец? Да, будет ультец. Но очень мало урона для Рейнхарда. Ну и понятное дело, что сейчас будут, скорее всего, ульты также от игроков защиты. Посмотрим. Есть у нас у Гэнзи. Есть у Фарсакина. Есть у Шодо Бёрна. То есть можно спокойненько влетать. С тремя ультами в ближнем бою будет нарезать у нас Гэнзи под ультой Лусио. Которая даёт ему, соответственно, броню дополнительную. Есть же так, от Зиньято. То есть тут можно аннигилировать по полной программе. Есть у всех ульты. Ну что ж, кроме Шарика, который, кстати говоря, умер. А, мне показалось, что умер, ребят, извините. Который может, в принципе, ворвать просто на себя, как минимум. Отвечь внимание, всё, да. И ждём, 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 ребят. Когда же это всё произойдёт? Будем смотреть за Маккри, скорее всего. За Кэнзи. Именно от его ульты будет зависеть, когда будет начало, я так понимаю. Ну или он в середине где-нибудь это сделает. Так, пытается, да. Минус сразу же обезьяна. Хорошая Ешка. Есть от Зиньято ультец. Он всех, соответственно, хилит. Сам вообще бессмертный по полной программе. Клосс ворвался всё-таки. Его сразу же пытаются отстреливать Жнец и Маккри. Но он убивает двоих. Увы и ах. Ну что ж, пока что непонятно, где была ульта Лусио. Сам он вообще умер. Мог спокойненько заултить. Но, наверное, просто на всего не успел. Его ваншотнули. Но есть всё-таки ульта у Жнеца. Есть ульта у Лусио. У Кензи. У Шэдоу Бёрна. Под которые можно ворваться спокойненько. Очень хороший дамаг вносит у нас Зиньято. Пока что... Да, и вот она ульта. Полетели. Маккри. Кензи, точнее. В одного только заултил. Ладно, что у нас делает Шэдоу Бёрн? Есть ульта. Нет, пока что ульту не используют. Единственное, кто не использовал. Сайфер, кстати говоря, тоже использовал уже свою ультимейт способность. И пока что они отбили. Смогли остановить передвижение груза. Ну и посмотрим, смогут ли всё-таки атака восстановить своё честное имя. И вот это, вот это купол от обезьяны. Я понимаю, конечно, что это на втором этаже. Но всё равно. На самом деле у Лусио достаточно неплохой дамаг. С причём того, что он саппорт. Ладно, что у нас делает Сайфер? Сайфер уже умер. Пытался он, конечно, стрелить. Минус оверхарма. Минус солдат, которого взяли. Вместо трейсерки. Но трейсерка действительно здесь не помогает. А вот солдат ещё может что-то сделать. В итоге у нас минус солдат, которого только что взяли. Ну и пока что не торопится. Не торопится атака. И это ГГ. Да, это ГГ, потому что не успели, ребята. Не успели. Ну что, получается... Quake Fortress делает 2-0 и выигрывает этот матч, господа. У всех саппортов не походит дамаг, кроме Анжелы. Ну давай посмотрим. Зиньят-то, да, у него есть дебаф. Ну и да, если правой кнопкой зажать, то там 6 влетит под дебафом. Конечно, ваншотинг любого какого-нибудь там, не знаю, макри. У Анжелы, да, у Анжелы вообще дамага нет никакого. То есть ещё надо переключаться на другое оружие, чтобы начать дамажить. А ты ещё летаешь при этом. Ну, кстати, летать неплохо хотя бы. И то хорошо. Ладно, выходим. Заканчиваю я сейчас быстренько так.